«Алтайский край» стал участником крупных федеральных проектов «Мы рядом» и «Чудо-навигатор» по поддержке семей с недоношенными детьми. Инициатором этих проектов является благотворительный фонд помощи «Право на чудо». Каких результатов удалось достичь и что еще нового и полезного ждет алтайские семьи с недоношенными малышами, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Юлия Ермолаева, координатор проекта благотворительного фонда «Право на чудо». Фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» и Наталья Розенгрин, равноконсультант фонда «Право на чудо», руководитель союза мам недоношенных малышей Алтайского края. Здравствуйте. Добрый день. Юлия, Наталья, прежде чем обсудим проекты, непосредственно деятельность фонда, хотелось бы уточнить все-таки, каких детей принято называть недоношенными? Недоношенными дети считаются малыши, рожденные на сроки от 22 до 37 недель. Напомню, что обычная беременность протекает в среднем 40 недель. И малыши, рожденные от 500 грамм. Вот таких крошек уже научились выхаживать. А в Алтайском крае есть какая-то статистика? Сколько таких детей? Да, в России это в среднем 100 тысяч детей, то есть 6%. В Алтайском крае тоже примерно такой же процент от всех новорожденных. Примерно около полутора тысячи деток рождается раньше срока. И около 100 из них с экстремальным весом до 1000 граммов. За год? В год, да. Но со временем недоношенные вот эти малыши, они ведь становятся вполне себе нормальными детьми. Да, конечно. Никто не говорит о ненормальности. Эти детки с первых дней, с первых секунд своей жизни такие борцы за эту жизнь. Они так, конечно, торопились видеть этот мир, спешили в него и борются с первых минут. И пример даже для их родителей. Наши новые технологии позволяют сейчас выхаживать таких деток. Кто-то находится, конечно, и по несколько месяцев в отделении реанимации, в отделении патологии, на выхаживании. Но в целом 80% из них к 3-4 годам догоняют своих сверстников и даже опережают иногда в развитии. Это очень творческие личности, развивающиеся, умеющие работать с повышенной работоспособностью. И спортсмена много, и с музыкальными способностями, и с художественными. Вот Наталья не даст оврать, у нее ведь тоже свой малыш, который родился раньше срока. И она это чувствует с первых дней, да, Наташа? Да, у меня 950 грамм. Родился сын на 30-й неделе. И, ну, наверное, к 2,5 годам уже точно не отличался от сверстников. А вообще ходить, говорить начал раньше даже намного, несмотря на то, что там по весу был маленький. То есть вот как бы в развитии он очень во многом опережал. Сейчас ходит в обычный садик, занимается спортом, причем профессионально. То есть тренер как бы вообще не делает на это никаких скидок. То есть занимается абсолютно как бы как все другие ребятишки. А как появилась мысль создать фонд помощи таким детям? Ну, фонд основала как раз такая же мама недоношенных деток. Наталья Зоткина является директором и учредителем фонда. Это мама недоношной девочки Лизы, рожденной тоже на раннем сроке. На 26-й неделе весом в 1000 граммов килограмм. И Наташа прошла очень непростой такой путь выхаживания с ребенком, реабилитации. Он до сих пор еще продолжается. И поняла, что очень много мам, которые сталкиваются, как правило, неожиданно с этой проблемой, нуждаются в информационной помощи, в поддержке, которой ей тоже не хватало 10 лет назад. И родилась вот идея создать фонд помощи таким семьям, потому что раньше до нашего фонда этой ниши, вот этой аудитории никто не помогал в плане родительского сообщества. И родилась идея проектов, которые как раз помогали бы мамам найти силы, знания, как ухаживать за таким ребенком, морально получить поддержку, помощь, чтобы они спокойно выписывались уже домой, были уверены, что с их ребенком тоже все будет в порядке и завтра обязательно наступит. А какие все-таки меры поддержки вот таким семьям? Мы стараемся, конечно, все проекты делать системными, так, чтобы помощь была последовательной, системной и эффективной. Самые масштабные такие проекты, это, конечно же, горячая линия помощи всеми псевдоношенными детьми. Назову ее телефон 8 800 555 29 24. Это бесплатный звонок с любого телефона на территории России с 8 до 11 вечера, с 8 утра до 11 вечера ежедневно. На этой линии совершенно бесплатно консультацию могут мамы получить и папы, и бабушки, и дедушки, все родители, родственники малыша и врачи, в том числе у специалистов узкого профиля. Это неонатолог, невролог, реабилитолог, пульмонолог. А какие вопросы наиболее частые? Чаще всего волнует мам состояние ребенка на данный момент, она не знает, что делать, или не хватает, допустим, в каких-то дальних регионах узких специалистов, и маме нужно понять, хотя бы направить, скоординировать ее, построить маршрут, куда ей обратиться, на что обратить внимание. То есть чаще всего, конечно, к неонатологу вопрос, к специалисту по грудному вскармливанию, потому что когда родители находятся в перинатальном центре еще с малышом, это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, там рядом профессионалы и врачи, медицинские сестры. Когда мама выписывается домой, вопросов становится еще больше, потому что она один на один с малышом. И здесь на помощь приходят специалисты. Кроме того, на линии работает юрист по медицинскому праву, потому что много вопросов возникает по получению пособий, каких-то льгот, по вопросам юридическим в плане получения инвалидности. Это тоже идет профессиональная консультация. У нас непосредственно сидит Наталья. Наталья, вот в свое время у вас какие вопросы больше всего волновали? Ну, наверное, во время нахождения в отделении, наверное, больше психологически, потому что все-таки врачи рядом и мамы, ну и сейчас, наверное, на линию фонда очень часто мамы звонят, которые лежат в отделении, им нужно просто поговорить с психологом. А потом, вот уже после выписки домой, когда врачей нет рядом и когда нельзя вот так вот прям быстро получить какой-то квалифицированный ответ, да, потому что интернет, он там может выдать очень много всего разного, маме тяжело сориентироваться, тогда, конечно, уже и медицинские вопросы. Хотя психологическая поддержка, несмотря на то, что семья рядом, родственники, близкие, друзья, но иногда маме недоношенного ребенка нужно поговорить с мамой недоношенного ребенка. Поэтому вот проект «Равный консультант» и вообще вот консультирование на горячей линии именно такими же мамами стало необходимо, потому что, ну, вот многие, очень многие темы на самом деле можно проговорить только с тем и поймет на самом деле только тот, кто тоже через это прошел. Наталья абсолютно права, именно вот буквально у нас только с нового года, 21-го, кроме специалистов, мы как раз и добавили категорию равных консультантов, которые прошли специальное обучение равному консультированию. И, как показывает практика, даже больше, чем к психологу, как говорит Наташа, обращаются мамы, потому что именно такой человек, который прошел такой же путь, а может быть еще сложнее, готов, сможет понять и готов поддержать, поделиться своим опытом и подсказать, где найти ресурсы, как справиться с ситуацией, как поверить своего малыша в себя и жить все-таки на позитиве. Вопросов, я смотрю, много, проектов много, а можете рассказать о самых масштабных вообще, в чем суть этих проектов, цели их? Задача – комплексная поддержка семьи так, чтобы она понимала, как помочь своему ребенку здесь и сейчас, как грамотно оказать ему все необходимые уходовые услуги. Один из самых масштабных – это школа для родителей недоношенных детей, которая у нас на сегодняшний день более 30 регионов участвовала в этом проекте и продолжает участвовать. И, кстати, Алтайский край одним из самых первых подключился более пяти лет, уже мы с вашим краем сотрудничаем. Базой стал Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, на базе которого как раз такая школа для родителей недоношенных деток и проходила. Это действительно школа, когда еженедельно определенные темы уроков преподают врачи-неанатологи и реабилитологи мамам недоношенных деток. То есть уход за недоношенным малышом, как его купать, одевать, какой температурный режим, прогулки и все остальное, потому что там тоже есть свои нюансы и особенности. Нюансы вскармливания, введение первого прикорма именно для недоношенного малыша, оказание неотложной помощи, как быстро, экстренно, в экстренной ситуации оказать помощь малышу до приезда скорой помощи. Осложнение, бронхологичная дисплазия, тенопатия, как вести себя родителям в этой ситуации, как грамотно не упустить, наблюдаться. Все это на уроках мамы проходят, закрепляют свои знания, выполняют тесты, получают, мы присылаем специальные буклеты, где сжата информация кратко, чтобы это как шпаргалочка осталось у них надолго дома. В общем, настоящая такая вот школа. Ну, когда наши мамы становятся мамами, понятно, что времени у них нет, тут еще и ребенок достаточно, ситуация достаточно сложная. А в связи еще и с пандемией вообще никуда выходить нежелательно. Вот как получить помощь вашу, но уже находясь у себя дома? Да, вот пандемия внесла свои коррективы, но нас абсолютно не остановило, наоборот, у нас родились новые возможности. И фонд разработал целую серию, целый такой спектр мощных онлайн ресурсов поддержки. И мы перевели школу для родителей недоношенных деток, там, где нет возможности собирать в группы мамы из-за пандемии, на онлайн формат. То есть есть специальная платформа, на которой целых три блока для тех родителей, кто еще лежит в реанимации, что им делать здесь и сейчас, для тех, кто только что выписался, и для тех, кто уже подрос и столкнулся, может быть, с проблемами по реабилитации, да, и нужно ребеночка в этом плане с ним поработать по раннему развитию. Мама может зайти на сайт фонда, зарегистрироваться в школу или написать нам в любую сеть, в директ, попросить ссылочку на регистрацию, либо в перинатальных центрах, есть у нас специальные листовочки с QR-кодами, и сейчас по-современному можно через телефон сразу попасть в эту школу. И в удобное для себя время, в любом формате, в удобном темпе, она изучает эти уроки, тоже проходит тесты, получает знания, навыки, и, естественно, пользуется ими во благо своего малыша. А чем тогда отличается проект, например, «Мы рядом» или «Чудо-навигатор» как раз? Это совершенно другие проекты. Если школа подразумевает, что мама обучается уходу за малышом, то проект «Мы рядом» это как раз, он в буквальном смысле отражает «Мы рядом», даже если вы далеко, это как раз наши равные консультанты, такие как Наталья. Психологическая поддержка. Да, на горячей линии более 65 консультантов по всей России работают, общаются с мамами. Именно в плане поддержки моральной, даже не столько психологической, сколько понимающей, как профессиональный собеседник, будучи в такой же ситуации. И проект «Мы рядом» научил лидеров 10 регионов. Мы начали с них. Вот Наталья один из лидеров Алтайского края. Прошла тренинг вместе с другими в Москве двухдневных, где их учили ведущие специалисты, неонатологи, педиатры, реабилитологи, как работать с мамой уже вживую. Потому что по телефону и в группе взаимопомощи это совершенно разное общение. Вот Наталья успешно уже начала. Наталья, а сколько в день звонят люди? Есть, может быть, какая-то такая цифра? Как часто мамочки обращаются за помощью? Ну, на горячей линии отвечаю не я одна. Там очень много нас. И поэтому у меня какой-то, наверное, может быть, не совсем вижу я общую картину, но мне кажется, ну, звонков 30 в день проходит. Да, более 30 звонков в день. Более 30-50 звонков в день звонят, обращаются за помощью. Кроме того, можно для тех, кто слесняется, звонить. Такие тоже есть. Можно обратиться в чат, вот, на горячей линии. А можно общаться в чате. Это тоже, кстати, из онлайн-ресурсов поддержки. Региональные чаты, ватсап, взаимопомощи, где мамы вот этого именно региона, где волнуют проблемы именно здесь и сейчас. Вот Наташа лучше, наверное, расскажет, да, какие вопросы чаще всего поступают? Вы знаете, наверное, зависит от того возраста ребенка, потому что на каждом этапе, да, то есть прикорм отдельная тема, годику, что должен, там, пошел, не пошел, это другая тема. Если, допустим, уже ребенок подрос и есть какие-то проблемы, там, по неврологии, то очень активно мамы обсуждают, делятся контактами врачей, отзывом. От того, как гулять, вот, говорила Наталья Юля, да. То есть там есть какие-то особенности? Ну, особенно на самых ранних этапах, да, требования к одежде, к температурному режиму, к прогулкам, к продолжительности, к температуре воздуха, да. Вот, ну, маму важно, наверное, еще именно в их регионе, где какие врачи, куда пойти, площадки, там подрастают детки развлекалочки какие-то. Им важно, обдежда, им важно вот общаться, что они не одни, потому что, когда мама рождает раньше срока, ей кажется, что она одна в этом мире такая, такое глубокое чувство вины возникает, потому что есть, конечно, категория женщин, которые лежат на сохранении и понимают, что у них есть риск раннего... Это очень маленькая часть, в основном. В основном это благоприятная беременность, все неожиданно, и маме кажется, что это она одна во всем мире. А эти чаты помогают как раз плечо получить таких же мамочек, и они настолько сближаются, что потом дружат, и дети вырастают, и в школу уже вместе идут такие друзья с первых пеленок. Еще раз подытожим, куда обращаться в случае вот... Самое простое, сайт правоначудо.ру, вкладка «Нужна помощь», и там представлены все возможности и позвонить на горячую линию, записаться в онлайн-школу, и записаться в чат, и получить помощь равного консультанта, и много других полезных, и база знаний, и наши видеоуроки. Вот. Второй вариант. В перинатальном центре и в Центре охраны материнства и детства, конечно же, знают о фонде, и есть листовочки, плакаты с QR-кодами, куда можно сразу попасть, врачи рекомендуют. И равный консультант Наталья с удовольствием примет в чат региональный и проведет по всем возможным ресурсам. Наталья, Юлия, спасибо вам большое. Желаем вам успехов в ваших делах. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. До встречи.